Поливхантер Поливхантер является автоматической системой. Ее цель – орошение растений без участия человека. Система сама включается, учитывая таймер, время на котором устанавливается садоводом. Использует автополивхантер для огородов, зеленых лужайк и ландшафтных дорожек. Благодаря применению этого оборудования растения не засыхают, так как обильно и регулярно поливаются, а человек при этом не прилагает никаких усилий. Хантер-полив, который позволяет поддерживать газоны в надлежащем состоянии. Система управляется пультом, с помощью которого устанавливается программа орошения газона. Положительные и отрицательные стороны системы полива Хантер. Система полива Хантер обладает только плюсами, минусов не наблюдалось. Среди положительных качеств можно выделить легкость в эксплуатации. Есть возможность запрограммировать заранее время полива. Тогда нужный участок газона будет полить строго в заданный час. В случае, если потребуется поменять команду, выданную автополиву, достаточно просто сменить ее с помощью пульта управления. Погодные датчики определяют, идет ли дождь или снег, светит солнце или пасмурно, а также измеряют температуру воздуха. Все это помогает автоматически настроить программу полива в соответствии с погодными условиями. При поливе вода расходуется экономно. Для изготовления труб используют материал поливинилхлорид, поэтому устройство служит долго. Полив Хантер существует два типа системы орошения под землей и на земле. Во втором случае достаточно установить оборудование, растянув шланги от дождевателя к дождевателю. Убирать на зиму их не нужно. Что касается первого типа, то это особенно подойдет в тех местах, где ходит много людей, так как все шланги прячут в землю. В этом случае проблема случайного повреждения исключена, если хозяин не вздумает копать землю в местах, где проложены шланги. Особенности конструкции. Особенности системы автоматического полива Хантер сделали ее лидером в области автополива. Если выставить заранее нужные программы, можно не выходя из дома управлять процессом орошения газона. Расставив дождеватели в нужных местах в системе задают программу, чтобы газоны регулярно поливались. Если выставить температурные ограничения, при которых система может работать, то она прекратит полив, если температура воздуха упадет. Ниже указанного градуса это обезопасит растения от подмерзания. При этом присутствие хозяина совсем не нужно. Особенности конструкции. В основном орошение осуществляется методом дождевания. Специальное оборудование, расположенное по всей территории участка, гарантирует, что каждый сантиметр газона будет полит. При этом можно установить экономный режим расходования воды, это предотвратит переувлажнение грунта. Важно! Стандартный комплект, представляющий систему автополива Хантер, по необходимости нужно обновлять. Речь идет о датчиках, гидрантах, дождевателях. Еще одной особенностью можно назвать тот факт, что у поливочной системы Хантер все аксессуары универсальны, то есть они подойдут для любой другой системы автополива. Когда человек выбирает оборудование, ему нужно обращать внимание на то, какие характеристики у устройства. Мало просто тщательно подойти к выбору оборудования, его еще нужно правильно установить. Для этого есть два способа установить систему самостоятельно или вызвать профессионала. Важно! Процессом также можно управлять через интернет с помощью специального приложения. Как установить автополивочную систему? Стоит выделить, что дождеватели могут быть верными и копильными. Комплектовать систему можно заранее прямо на сайте изготовителя. Для этого сначала нужно распланировать, как именно будут располагаться шланги на газоне. Тогда станет ясно, сколько приборов для орошения нужно и какой длины требуется шланг. После завершения монтажных работ нужно настроить пульта управления. Представитель компании должен проинструктировать, как правильно управлять оборудованием. Если соблюдать все правила эксплуатации системы полива, Хантер-производитель гарантирует, что устройство прослужит долгие годы. Форсунки для автополива расположить можно разными способами. Учесть нужно, что от этого будет зависеть время полива, а также количество применяемых форсунок. Монтаж системы полива Правильно установить автополивочную систему самостоятельно сложно, лучше поручить это мастеру. Но и своими руками можно смонтировать такой автополив, что каждое растение будет чувствовать себя хорошо. Для начала следует выделить три основных типа полива – дождевальный. Такая установка имитирует выпадение осадков. Она устанавливается проще всего, поэтому широко распространена. Чаще всего таким образом поливают траву и цветы. Суть расстановки распылителей в том, чтобы радиус всех форсунок охватывал целый участок. Важно! Каждую поливалку должна перекрывать еще одна. Капельный полив представляет собой орошение прикорневой системы. В этом случае вода подходит к корню каждого растения, что особенно хорошо, например, для помидор, а также для фиалок, листья которых не переносят влагу. Таким образом поливают еще деревья и огородные растения. Располагать форсунки нужно вблизи от ствола каждого растения или группы растений. Подземное орошение похоже на капельное. Единственное отличие в том, что трубы с парами расположены под землей, доставляя влагу непосредственно корням растений. В последнем случае гибкие трубы нужно располагать на глубине 20-30 сантиметров. Между двумя параллельно идущими увлажнителями расстояние должно составлять от 40 до 90 сантиметров. Такая разница связана с типом культуры. Поры на трубе располагаются на расстоянии 20-40 сантиметров. Важно! Использовать внутрипочвенную систему сложно на практике, к тому же самостоятельно ее установить не получится. После того, как был выбран способ орошения, можно переходить непосредственно к монтажу. Здесь действует один и тот же принцип. Отличаться будет только сила давления воды, а также использование разных элементов форсунок. Схема расположения автополива такова, что нужно иметь доступ к электричеству, чтобы работал контроллер, а также датчик дождя. Также должен быть доступ к воде, куда подключается насос, который будет подавать влагу через трубы растениям. Заранее нужно составить план расположения дождевателей. Важно! Ни в коем случае нельзя использовать реки и озера в качестве источника поливной воды. Как вариант, в качестве источника воды может быть бак объемом до 2 кубических метров, а то и больше, все зависит от того, сколько уходит воды на полив всего участка. Если бак поставить на место, хорошо прогреваемое солнцем, то вода для полива будет более теплой, это плюс для роста и развития растений. В избежание появления водорослей бак нужно закрывать черной пленкой. Автоматический полив Хантер отлично справится с орошением газона, цветника, тепличных насаждений. А если правильно пользоваться системой, то она долгие годы прослужит главным помощником садовода по уходу за участком. 00VOT article rating